Как выбрать президента всего из одного кандидата? Индия присоединилась к борьбе с изменениями климата, а в Иране наказывают за высокие зарплаты. Подробности уже через несколько секунд. Здравствуйте! Выборы без выбора. Или президент по-эстонски. В Эстонии избирательная комиссия зарегистрировала единственного кандидата для участия в выборах президента страны. Им стала член Европейской счетной комиссии Керсти Кальюлайт. Выборы в стране начинаются сегодня, 3 октября. Сама система выборов президента в Эстонии построена таким образом, что для избрания Керсти ей необходимо будет набрать в ходе трех туров голосования не менее 2-3 голосов состава парламента. Если Керсти не наберет в парламенте необходимых голосов, то право на избрание главы государства придет к коллегии выборщиков, которая состоит из 101 депутата парламента и 234 представителей местных самоуправлений. Нужно подчеркнуть, что 24 сентября ни один из пяти претендентов от разных парламентских партий на пост президента не смогли набрать нужное количество голосов. И поэтому Совет Старейшин парламента достиг соглашения с партийными фракциями о выдвижении единого кандидата от парламентских партий. К Парижскому соглашению по борьбе с изменениями климата официально присоединилась Индия. Информацию об этом удалось узнать из Центра новостей ООН. Индия стала уже 62-м государством, присоединившимся к этому масштабному проекту. Сегодня, присоединившись к Парижскому соглашению по климату, правительство Индии продемонстрировало дальновидность и выступило в роли лидера. Этот исторический шаг будет способствовать дальнейшему уверенному продвижению Индии по пути экономического роста и развития, отметил глава ООН Пан Гимун. Данный документ поддержали почти 200 стран в декабре прошлого года в Париже. В его основе лежит цель сократить выбросы парниковых газов, чтобы удержать рост температур в мире на уровне ниже 2 градусов Цельсия. Соглашение вступит в силу на 30-й день после того, как его ратифицируют не менее 55 стран, которые при этом производят не менее чем 55% вредных выбросов в атмосферу по всем мире. В Иране будут наказывать за высокие зарплаты. Конкретные иранские власти сообщили, что руководящие работники государственных банков получали зарплаты, иногда в 50 раз превышающие размер среднестатистического жалования в государственном секторе. Поэтому они будут наказаны. В связи с этим спикер иранского парламента Али Лариджани заявил о необходимости проведения фундаментальных реформ, чтобы помешать отдельным лицам обогащаться за счет госсектора. И на этом наш выпуск подошел к концу. Команда Дукаскопи ТВ желает вам успешной рабочей недели. До встречи завтра! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова